ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На ТНВ новости Татарстана в студии Алексей Калиничев. Здравствуйте! И вот лишь некоторые темы выпуска. Путь в Сфияжск дороже, чем в Москву. Купили, да, а туда трудно было. Ну, там парнишка перепродавал и всё. В проблемах транспортного обеспечения до Сфияжска разбирался Салават Мухаммадулиан. Каждому парку по менеджерам. Вполне возможно, если здесь казанский опыт будет успешен, такие дирекции будут создаваться и по всей республике. Зачем нужны управляющие в парках и чем они будут заниматься, узнавала Адель Кламец. Массовая гибель пчёл в Мензелинском районе. Сто процентно сейчас мы не можем это утверждать, потому что без проведения именно анализа. Химикаты или всё же сами пчеловоды не досмотрели. Версию выслушала Альбина Минибаева. Казань это уже бренды, поэтому победа заслужена. Рустам Миниханов прокомментировал победу столицы республики в заявочной кампании на проведение чемпионата мира по плаванию на короткой воде. Напомним, соперниками Казани были Тайбэй, Гонконг и Будапешт. Президент отметил, что высокая планка была взята ещё на универсиады, чемпионате мира по водным видам спорта и Кубке Конфедерации. Рустам Миниханов заверил, что доверие международной организации будет оправдано. Огромные слова благодарности Федерации ФИНа, которая у нас сложилась в прекрасные отношения. Мы же не только соревнования проводим, мы центр по плаванию будем создавать. У нас есть планы ещё, может быть, юношескую олимпиаду, если на то будет решение руководства страны. То есть у нас возможности есть, поэтому будем и дальше двигаться вперёд. IT-разработчики, маркетологи и дизайнеры. В Казани открылся центр каворкинга GrowUp. Это пространство, где бизнесмены, программисты, работники из разных областей работают под одной крышей. Уже в первый день работы некоторые резиденты получили консультации по развитию стартапа от президента крупнейшего банка России Германа Грефа. Салават Мухаммадурин оценил новую бизнес-платформу. Собственная кухня, кофе-поинт, более тысячи квадратных метров, почти 240 рабочих мест и зона отдыха, open space, конференц-зал. В общем, всё для ведения бизнеса и, конечно, комфортной работы. Автоматическое открытие ворот и шлагбаумов с приложения в телефоне. Это стартап молодых казанских предпринимателей. Камиль Мухамедзянов один из них. Он первый резидент нового центра каворкинга. В планах у программиста пригласить сюда всю команду. Многие, например, если я сам программист, и у меня такая проблема, что, например, если я работаю дома, я не могу сосредоточиться. Я бы с удовольствием работал в каворкинге, потому что здесь меньше отвлекающих факторов, и работаешь в своё удовольствие. Идею начинающего бизнесмена сегодня выслушал Герман Греф. Правда, наработки не впечатлили президента Сбербанка. Это абсолютно, вы ничего не продадите. Мой вам совет. Это мёртвая история. Я никогда не возьму это приложение. Сегодня нужно ткнуть, открыть приложение, потом там что-то нажимать. Здесь сколько действий. Но чтобы предостеречь стартаперов от ошибок, и открылся центр, все резиденты здесь могут получить консультации от действующих акул-бизнеса. Активно планируется развивать в центре каворкинга и нетворкинг. Это развитие с помощью коммуникаций. Это возможность для молодых команд и ребят попробовать, что такое предпринимательство, прийти без какого-то риска и без больших вложений, оценить ситуацию собственной силы. Плюс это площадка, где будут встречаться и пересекаться многие похожие компании. Центр каворкинга только открылся, а в листе ожидания уже 70 резидентов. Подобные центры в Казани уже есть. Это IT-парк, резиденция штаб, но судя по ажиотажу, в Гроуап. Молодые бизнесмены растут в геометрической прогрессии, и площадки пустовать не будут. Слават Мухаммадуллин, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Владимир Путин сегодня оценил показательные полеты татарстанских вертолетов Ми-8 и Ансад. В подмосковном Жуковском открылся международный авиационный салон МАКС-2017. Традиционно здесь масштабно представлены татарстанские компании. На авиасалоне работает и наша съемочная группа. И пока материалы готовятся к эфиру, Альбина Сулгараева расскажет по телефону, какие важные для Татарстана решения были приняты по итогам дня. Сегодня с первого дня работы международного авиационного салона уже произошло много событий. Но сначала хочу отметить, что на открытие прибыл президент страны Владимир Путин. Он выступил с приветственным словом, а затем осмотрел экспозицию. Для Татарстана сегодня есть две ключевые новости. Казанский вертолетный завод построит два вертолета И-38 для Министерства обороны России. Сегодня две машины уже будут строить для Минобороны. Поставят их заказчику в 2018 и 2019 годах. Еще одно важное событие. Татарстан стал пилотным регионом создания всероссийской системы авиационно-химических работ для обеспечения продовольственной и экологической безопасности страны. Сответствующее соглашение посвятали сегодня компании Ростеха и Министерства промышленной республики. Для Татарстана, безусловно, этот проект очень важен. И здесь есть несколько составляющих. Во-первых, с точки зрения конструкции самого самолета, где используются наработки, которые были сделаны в свое время в городе Казани, и где будет осуществляться частично и сборка, то есть само производство самолета будет частью технологического процесса, который будет частично проходить в республике Татарстан. Мы уже сегодня, по счетам экономики, видим высокий экономический потенциал в этом проекте. Именно поэтому, благодаря активной позиции республики, мы предложили, они согласились на размещение первых опытных проектов и производств. Вместе с соглашением журналистам показали самолет, на основе которого и планируют реализовать программу. Ну и напомню, что международный авиационный салон сегодня только открылся, впереди еще много новостей, переговоров и соглашений. Но одно уже очевидно, что Татарстанское авиационное вертолетов строение на высоте. Продукты вызывают большой интерес у иностранных партнеров. Альбина Слагараева, Марат Сенгараев, ТНВ, Подмосковно-Жуковский. И вот еще одна новость последних минут. Министр обороны России Юрий Борисов сообщил о том, что министерство закажет Татарстану еще 15 вертолетов Ми-38. О спортивных достижениях наслышано, а вот промышленные масштабы поразили. Белорусские журналисты в гостях в Казани. Их программа визита от Казанского Кремля до полимеров. Современное производство коллеги оценили на примере крупнейшего завода республики Казанерксинтеза. Что взяли на заметку и о чем акулы-пера собираются рассказать читателям союзного государства, знает Александра Севастьянова. Татарские? Чак-чак, баурсак, бахетле. Всего сутки в Казани словарный запас обогатить уже успели. Тамара Вятская в столицу приехала впервые и сразу поняла, город достойный. Говорит, впечатлили широкие улицы, чистота, архитектура и дружелюбие. У меня в прошлом году здесь была дочь, она сказала, что она влюбилась в Казань навсегда. И мне так интересно было ездить и смотреть, во что могла влюбиться так моя дочь. И я знаю во что, потому что мне нравится у вас все. Хорошее впечатление оставил и завод. Делегаты посетили Казань Оргсинтез, одно из крупнейших предприятий Татарстана. В Беларуси я, мои коллеги, друзья даже, мы знаем про Казань, только то, что здесь недавно закончится чемпионат конфедерации по футболу. Вот, видел в новостях. И была универсиада, знаю. Вообще Казань славится там, ну, то есть всем чем угодно, но только не производством. Я не знал этого. И увидев такое предприятие, я, конечно, очень удивился. Удивил размер предприятия и количество людей. Их на открытой территории мало. Почему? Интересующие вопросы коллеги смогли задать на пресс-конференции с представителями завода. Где ваши 8 тысяч работающих? У нас предприятие непрерывного производства. 24 часа в сутки, 365 дней в году. Четырехсменная работа, да? Из 8 тысяч работающих, да, больше половины – это сменные рабочие. То есть сегодняшнее максимальное нахождение людей на предприятии, дневную смену, у нас не более двух тысяч человек. Плюс модернизированное производство. Даже грузчики вручную не работают, отмечают на заводе. Картина для коллег непривычная. Подчеркивают, предприятие удивляет своей современностью. А это преимущество и для оргсинтеза. В составе делегации 11 журналистов из разных изданий. И в каждом появится хороший отзыв не только о заводе, но и о республике в целом. Александр Себастьянов, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Пчеловоды Мензелинского района в панике. В подворьях деревни Подгорный Байлар погибли пчелы, которые приносили мед. В ульях недосчитались десятков тысяч насекомых. Пчеловоды винят аграриев, которые опрыскивали рапсовые поля и не предупредили о плановых мероприятиях. В ситуацию вмешалось управление пчеловодства. Деталь у Альбины Минибаевой. Вот это после обработки рапса. По меньшей мере 40 тысяч мертвых пчел за одни сутки. Массовая гибель насекомых по всей деревне Подгорный Байлар Мензелинского района. Пчеловоды бьют тревогу. В гибели своих медоносов они обвиняют местную агрокомпанию, которая обрабатывала пестицидами рапсовые поля. Все рабочие пчелы погибли, потому что они на свитку сидели, а они обрызгивают череплено мясом. Это как это так? Пчела сидит на свитке. Информация об обработке была опубликована в местной Мензелинской газете. Номер издали 14 июля. Но по словам пчеловодов, препараты распылили раньше. 13, 14, 15. А газета вышла, 14, 16. Вроде объявление сделала. То есть и пчеловоды тоже могли пойти на встречу, то есть как бы согласовать. Это же заинтересованность пчеловодов тоже. В самих объявлениях не хватает точной информации о времени проведения полевых работ. Ситуация сейчас вмешалась управлению по пчеловодству. В Мензелинск направлен специалист, который совместно с ветеринарами должен оценить масштабы на месте. Правда, пчеловодам еще предстоит доказать, что насекомые погибли по вине аграриев. В любом случае надо провести анализ именно почвы, растительности и обязательно пчел, которые погибли. С массовой гибелью пчел столкнулись и дачники Тукаевского района. Ковер из мертвых насекомых у себя в доме обнаружил незаймеймомедов. При этом рядом нет ни одного уля или пасек. Этот инцидент экологи связывают со случайностью, а чтобы прояснить ситуацию в Мензелинском районе, пчеловодам придется самим постараться. Если пчеловоды все же согласятся провести экспертизу, то только через 10 дней станут известны их результаты. И тогда станет точно известно, от чего произошла массовая гибель насекомых. Альбина Менебаева, Амир Залюшев, ТНВ, Казань, Мензелинский район. Требуются управляющие в парку Рицкого, Крылья Советов, Победа, Черное озеро. В Казани выбирают менеджеров для парков. Конкурс в самом разгаре, вакансия оказалась популярной, пришло 200 заявок. До августа жюри предстоит отобрать лучших. Для чего же каждому парку по менеджеру и чем они будут заниматься, расскажет Аделя Коломеец. В любом парке можно проводить любые мероприятия, начиная от концертов, фестивалей, ярмарок. Идеи масса, чтобы воплотить в реальность нужны люди. Концепцию развития каждого парка теперь будут разрабатывать управляющие. Конкурс объявили в начале лета. Желающих оказалось немало. 4 июля ночью, когда мы завершали прием заявок, их уже было в итоге 200. То есть 200 человек, это практически 12 человек на место, претендуют на то, чтобы быть паркменеджерами в казанских городских общественных пространствах. Нужны 11 управляющих. Парк Рицкого, Крылья Советов, Победы, Черное озеро. И отвечать менеджерам придется не только за культурные программы, но и за состояние общественных пространств. За два года парки и скверы появились практически в каждом уголке Татарстана. На содержание только в Казани ежегодно уходит порядка 80 миллионов рублей. Но есть одно но. Находятся те, кто не бережет всю эту красоту. Только в этом году вандалы оставили след в парке Крылья Советов, Тысячелетия, ДК Саид Галеева. Вопрос нужно взять под особый контроль, возмутился президент Татарстана. Есть парки и скверы, которые мы сделали, там, скамейки, там, не надлежащие, светильники разбили. Ну, немножко за порядком следите. Если мы будем деньги тратить, огромные, и потом они никому не нужны будут, если там жизнь не организованная, мы за ними ухаживать не будем, значит, то зачем деньги тратить? Вот еще примеры. В начале июня в Нижнекамске в парке «Семья» хулиганы разрушили детские карусели, а в Умадыше меньше года назад, прямо в день города, опрокинулись деревянные фигуры и разбили фонари. Вандалы оставили свои следы на памятнике Карла Фукса. Теперь все, что происходит на территории общественных пространств, будет на совести их управляющих. Содержать в чистоте. Нужно заботиться о тех зеленых насаждениях, которые здесь есть, об инфраструктуре грандиозной, которая построена в каждом парке и сквере. Нужно проводить здесь интересные мероприятия, нужно постоянно находиться в контакте с жителями, нужно постоянно заботиться о предпринимателях, которые здесь ведут свою деятельность во благо жителей и для себя самих. Сейчас идет второй этап конкурса. Парк-менеджеры разрабатывают концепцию определенного парка. Уже к августу, по словам организаторов, определяются те самые 11 управляющих, которые приступят к работе. Адель Кламид, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Таксисты просят 2000 мест на теплоход. Нет, на электричке долго и дорого. С таким букетом проблем по дороге в Свиярск в выходные дни сталкиваются сотни казанцев и гостей города. Только за две недели июня остров Град посетили больше 20 тысяч человек. В путях, на пути в туристический центр, разбирался Салават Мухаммадуллин. Суббота, 8 часов утра, в речном порту ажиотаж. Все 240 мест в единственном за весь день омике, который плывет до Свиярска, занятой. Все билеты туда и обратно были куплены заранее. Хотя среди пассажиров были и те, кому относительно повезло. Вот сейчас купили только. Получилось как? Обратно купили, да, а туда трудно было. Трудно было? Да. Через перекуп? Ну, там парнишка перепродавал и все. На авось надеется чуть ли не половина туристов. В одну сторону билеты есть, обратно далеко не факт. Зарода много, все хотят, вот в эти дни самые как раз благоприятные дни, хотят провести на природе время. А, к сожалению, не все могут это. Все и в любое время могут добраться до Свиярска на такси. На поездка по этому маршруту водители стоят как на билет до Москвы в купе или даже на самолете. Все, час пик, много заказов, 2000 рублей. 2000. В час пик работы в городе хватает, оттуда ведь нужно еще вернуться. Вот поэтому, да, где-то 2200, может 2200. Чуть дешевле за 1350 до Свиярска можно добраться на туристическом автобусе. В стоимость здесь также входят услуги экскурсовода и чаепития. Автобусы набираются каждый раз, даже зимой, но сейчас летом поток существенно увеличивается. Может быть даже это связано с тем, что достаточно неустойчивая погода стоит и многие не могут купить билеты на теплоход, поэтому все приходят к нам. Добраться до острова Града можно и на электричке. В день до Свиярска ходят по 6 составов. Но по понятным причинам до самого пункта назначения они не доезжают. А потому выйдя на станции придется воспользоваться услугой такси. Цена примерно 500 рублей. Но есть пункт, о котором молчат туристические компании и не знают многие казанцы. В летний период, выходные и праздничные дни в Свиярск едут рейсовые автобусы. 8.40 отходит с Южного вокзала, 9 часов со столичного вокзала и обратное убытие с 14.30 со Свиярска. С 22 июля мы уже по просьбе туристов планируется запустить еще один экскурсионный, который будет ходить уже без остановок до Свиярска. Теплоход, вместимость у него в зависимости уже от потребностей будет. Стоимость на него будет в 4 раза дороже, чем на обычном теплоходе. Однако туристический поток в Свиярске растет. За половину этого лета остров Град посетили больше 30 тысяч человек. Отсюда и проблема транспортного обеспечения. Хотя неразрешимой она все-таки не оказалась. Добраться до Свиярска не так уж и сложно, если знать расписание рейсовых автобусов. Причем здесь места есть всегда. Салават Мухаммадуллин, Данил Филатов, Игорь Романов, ТНВ, Казань, Свиярск. Водитель автобуса, который попал в аварию под Заинском, унесшую жизни 14 человек, останется под стражей. Верховный суд Татарстана сегодня отказал в удовлетворении апелляции защиты Александра Ижмукова. Адвокат просил освободить водителя. Напомним, крупное ДТП произошло в ночь на 2 июля. Неоплан столкнулся с грузовиком от сильного удара. Автобус загорелся. Сейчас водитель один из основных подозреваемых. Под арестом он останется до 2 сентября. Вы смотрите новости Татарстана и вот о чем далее. Герои в погонах. Ничего сообразить не мог, уже все машинально выполнял. Где и как татарстанцев от гибели спасали полицейские, расскажет Рамиль Шайдолин. Более ста татарстанцев по главе с министром экологии отправились в плав помеши. Об этом в материале Люмира Шемардановой. Паломникам из Татарстана холера во время поездки в Хадж, Саудовскую Аравию, не грозит, заверили в Духовном управлении мусульман Татарстана. Напомним, Всемирная организация здравоохранения предупредила о такой угрозе, поскольку в Йемене и в некоторых странах Африки вспыхнула эпидемия холеры. Все, кто собирается совершать паломничество, проходят тщательную проверку, отметил медицинский специалист ДУМ-РТ. По приезду из Саудовской Аравии паломников встречает Роспотребнадзор сотрудники, включая инфекциониста из Республиканской клинической инфекционной больницы. Есть ли какой-либо инфекционный заболевание, в случае выявления госпитализируется в инфекционной больнице. Дело чести полицейский из Набережных Челнов спас 16-летнего подростка. Вместе с друзьями парень купался в реке Меликеско и чуть было не нырнул в последний раз в своей жизни. Но все решил отважный поступок. Его подробности и самые заметные в последние годы акты спасения жизни татарстанцев полицейскими нашел Рамиль Шайдулин. Кинолог Виктор Пшенистов не думал, что спасение утопающих выбудет и на его долю. И не где-нибудь, а на отдыхе, в отпуске встревожиться не на шутку вынудили крики со стороны берега. Глубина здесь около трех метров. Практически на самом дне полицейский и нашел тонущего подростка. Без сознания, дыхание не имелось, а щупал только сердечный пульс. Далее по инструкции выполнил первую медицинскую помощь. Сегодня спасенный в реанимации местом купания выбрал изначально гиблое место. На счету Меликески ни один утопленник. Два года назад здесь нырнул и не выплыл семиклассник. Еще ранее в пруду неподалеку чуть не утонул 10-летний ребенок. И тогда от верной гибели также спас полицейский. Так доблесть оценивается на высоком государственном уровне. В кадре двое челнинских полицейских указом президента России получают медали за спасение погибавших. И то, что не жалели себя ради жизни других, как на воде, так и в огне. Март этого года. Блюстители порядка заходят на пепелище. Накануне они эвакуировали целый подъезд, когда пожар чуть было не привел к десяткам смертей. Заметили на пятом этаже пожар. После чего сообщили в дежурную часть и побежали в подъезд данного дома. Тогда полицейские прибыли за 15 минут до пожарных. Благодаря им обошлось без погибших и пострадавших. Жизнь человека главная ценность. И спасти ее дело чести. Рамиль Шайдулин, Елена Камалова, Сергей Вильданов, ТНВ, Набережные Челны. А сегодня полицейские демонстрируют не доблесть, а меткость. Именно это качество необходимо настоящему стрелку. Сегодня в столице Татарстана стартовал 16-й чемпионат Европы по пулевой стрельбе среди полицейских. Он проходит на базе «Динамо». За состязаниями наблюдает и наш корреспондент Нияс Рахман. Ему слово. Полицейские 14 стран мира в течение нескольких дней здесь в поселке Миро нам будут выяснять, кто же из них лучше владеет оружием и обладает настоящей меткостью. Представители Франции, Италии, Норвегии, Швейцарии и других стран уже отмечают высокое ревензации соревнований. Здесь же и состоялось торжественное открытие гостей и участников. Поприветствовал председатель спортивного общества «Динамо» Татарстана Аскат Сафаров и президент ЮСП Люк Смейрос. Казань была не разу удостоена высоких международных наград в области спортивного менеджмента. Победила в номинации наиболее рекомендуемое место в мире для проведения международных спортивных событий. Многие страны, может быть, не смогли приехать в связи с ограничениями в бюджете. Он у всех ограничен. Но многие страны здесь, а стрельба – это важный и профессиональный навык для полицейских. Сегодня первый день соревнований. В целом программа включает 12 упражнений. Из них 7 мужских и 5 женских. Уже первые победители получили свои медали и награды. Напоминаем, чемпионат среди полицейских завершится 21 июля. А он уже победитель. С золотой медалью вернулся с Международной химической олимпиады выпускник Казанского лицея номер 131 Руслан Котлеров. В этом году проверка знаний развернулась в тайском городе Накхом-Патхом. Между школьниками 76 стран. Какой ценой досталась эта победа и с какими трудностями столкнулся Руслан, узнала Аделя Коломеец. Тут наша сокровищница небольшая. С чего начать-то? В семье Котлеровых есть чем гордиться. Полки шкафа полны наград старшего сына Руслана. Многочисленные победы на школьных, городских, региональных и всероссийских олимпиадах по школьным предметам. Но главная гордость победы на 49-й Международной химической олимпиаде. Однако, как говорит сам победитель, задания могли быть и посложнее. На олимпиаде не было таких вот заданий, чтобы вот с огоньком, как это, например, случается в России. Ковалентная ионная связь, органические соединения, а неоны, все эти химические термины прочно вошли в разговорную речь Руслана. Юный химик с удовольствием делится воспоминаниями о том, как разворачивалась борьба за победное место на олимпиаде. В первом случае мы готовили раствор, замеряли его характеристики, записывали циферки. В втором случае мы приливали один раствор к другому, ждали окраски цвета, записывали циферки. А в третьем мы, в общем-то, смешивали два раствора, грели их, выделяли продукт, взвешивали, опять же, записывали циферки. Любовь к химии у сына с детства, утверждает мама Руслана. А началось все говорить с того, что совсем еще маленький сын нашел учебник по химии за восьмой класс и настолько увлекся чтением, что сразу влюбился в точную науку. А учитель талантливого ученика Альфия Сафонова утверждает, что Руслан не только в химии преуспел. С девятого класса он уже читает научную литературу на русском, английском и французском языках. Но помимо глубоких знаний есть еще одно важное качество. В классе, конечно, он самый лучший был, он самый идеальный был в плане и учебы, и человечности. Ребята к нему всегда тянулись. Говоря о будущем, победитель в замешательстве пока еще не решил, в какой университет поступать и какую выбрать специальность. Но то, что химия всегда будет в его жизни, он уверен на 100%. 15 километров на веслах и без парусов экологи Татарстана отправились в необычный сплав по реке Меша. В нем приняли участие сотрудники всех природоохранных ведомств республики. По экологическому маршруту проследовала и Эльмира Шаймарданова. Товарищи, 4,5 километра. Придется грести. Сегодня у министра экологии и руководителей смежных ведомств особый дресс-код. Купальные плавки и спасательный жилет. Так весело и спортивно решили отметить экватор года экологии в Татарстане. Команды не только гребли, но и собирали мусор по ходу движения. Мусора действительно очень мало, не наберется одного мешка. Это тоже очень хороший показатель. Мы говорим о том, что культура, население растет. И тем не менее, в тех местах, где меньше мы видим людей, там, конечно же, и чище. В экипаже Ранья Абдулиной 6 человек. Лишь 4 из них активно гребут. Двое пассажиры. Ранья признается, в сплаве участвует впервые. В начале было сложно, но потом мы как бы привыкли, начали синхронно двигаться, и поэтому у нас все получилось. Активные участники сплава и члены регионального отделения Русского географического общества. Участники прошли маршрут на шестиместных байдарках. Задача вот этого сплава, на мой взгляд, и вот мое понимание его, это не собрать сейчас мусор, не найти какие-то там захваты территории, а привлечь внимание общественности, привлечь внимание татарстанцев. 15 километров сегодня прошли экологи. Сплав стартовал в селе Альвидино и закончился в населенном пункте Конь. И для большинства его участников это был первый опыт подобного рафтинга. Сплав по реке захватывающее и заразительное зрелище. Его участники уже преодолели 11 километров. Им осталось 4,5, а для особо смелых преодоление порогов. Ремира Шамарданова, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. Пока на этом все. Эфир продолжит программа «Вызов 112». Следующий выпуск 21.30. До встречи. Скидка 200 тысяч не предел. Узнай подробности в автоцентре «Марка». Звони 4 пятерки, 3 единицы. Весь июль «Мебельград» возвращает деньги за покупку. До 100% от чека. Уважаемые абитуриенты. Казанский государственный аграрный университет объявляет прием документов на очную и заочную формы обучения. Только до конца июля. «Лада Гранта» с выгодой до 60 тысяч рублей. Автомобили в наличии. Успей купить выгодно. Автоцентр «Парус». Всей семьей на бранче в Корстон. Развлечения, аттракционы, мастер-классы, шведский стол, любимые напитки приносите с собой. Каждую субботу и воскресенье встречаемся в Корстон. Подробности 279-30-79. Бранч, поздний завтрак. Ноль плюс. Уважаемые абитуриенты. Российский исламский институт объявляет набор по следующим направлениям. Теология, лингвистика, экономика, журналистика. Какой выбрать ресторан? Где заказать дешевое такси? Звони на 09 с домашнего телефона или с мобильного набирай 278-33-33. А теперь еще и электронная карта Республики Татарстан по товарам и услугам на сайте es09.ru. А почему 5-й Б не идет в поход? Ребята, вы умеете оказывать первую помощь? Нет! Все-все. В поход идут только старшие классы. 5-й Б пойдет в поход. Yes! Ура! А где ты этому научилась? Мама научила. А это меня. Папа научил. Воспитайте у ребенка любовь к труду. Министерство труда Республики Татарстан. Былгар радиосы концертлар сезона ноча. Утазынче август. Пирамиды да Зур Бейрем концерты. Эстрады бізнан екты илдозлара. Моқсус кунахлар. Уйен кілкі. Бейрем кечен ектын нарығыз білен куңы лют керегет лесегіз. Былгар радиосы концертна рахимедегіз. Боштана унсегіз сагатта. Здравствуйте. Вы смотрите прогноз погоды. По данным сервиса Яндекс.Погода завтра в Татарстане ожидается вполне комфортная и теплая погода без существенных осадков. На юго-востоке будет малооблачно. Ночью плюс 16. Днем 25 градусов. Солнечная и теплая погода и на северо-востоке республики. Ночью около 17 градусов выше нуля. Днем столбики термометров покажут плюс 26. На севере Татарстана переменная облачность. Ночью плюс 17. Днем до 26 градусов. На северо-западе без осадков и тепло. Ночью плюс 15. Днем около 26 градусов выше нуля. На юго-западе Татарстана ясно и без осадков. Ночью около 12 градусов тепла. Днем синоптики обещают плюс 26. Для жителей центральных районов Татарстана 19 июня будет теплым и солнечным. Ночные температуры плюс 15. Днем около 26 градусов. В последующие дни существенных изменений в погоде не ожидается без существенных осадков. Кукмарский завод металлопосуды – один из ведущих российских производителей литой толстостенной алюминиевой посуды под торговой маркой «Кукмара». В ассортименте более 400 наименований товаров. Посуда с антипригарным и декоративным покрытием, формы для хлеба, товары для туризма. Какая бы погода ни была за окном, посуда торговой марки «Кукмара» создаст уют в вашем доме и хорошее настроение вашим домочадцам. Готовьте с удовольствием, радуйте родных и близких. «Кукмара» – удобная посуда, вкусная еда. Завтра в Казани будет ясно и без осадков. Температура воздуха ночью плюс 15-17, днем 25-27 градусов. Ветер северо-западный, умеренный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 53%. Магнитное поле Земли спокойное. Это вся информация к данной минуте. В студии была Лаила Латыпова. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова